Всем привет! Сегодня тушим курочку с грибами и овощами в сметане. Я очень люблю такие мясные блюда. Они отлично подходят ко всем гарнирам и сочетают себе мясо и соус. В моей семье очень любят такое мясо с картошечкой по-деревенски и с печеной в духовке. Рецепт такого картофеля в правом верхнем углу экрана и также ссылку оставлю в описании под видео. Не забудьте подписаться на мой канал, если зашли впервые и давайте приступать! Куриного филе у меня приблизительно 400-500 грамм. Также нужно 5-6 столовых ложек сметаны, 1 луковица, 1 морковь, грибы. У меня сегодня сушеные, а вы можете взять любые свежие. Соль, перец и специи, курицы, какие вы любите. Я смешала куркуму, кориандр, паприку и сушеный чеснок. Так как грибы у меня сушеные, я залила их теплой водой и оставила на несколько минут, чтобы они стали мягкие. Если у вас грибы свежие, этот шаг пропускайте. Куриное мясо нужно нарезать на произвольные кусочки. Я люблю резать на не очень длинные полоски. В сковороду побольше наливаю несколько столовых ложек растительного масла и ставлю ее на средний огонь. Нарезанное мясо отправляю в сковороду, немножко перемешиваю и оставляю тушиться под крышкой. Через 5 минут снова перемешиваю и оставляю под крышкой на среднем огне, пока не испарится вся жидкость. Тем временем лук нарезаю полукольцами или четверть кольцами, а морковь соломкой. Когда весь сок от мяса выкипел, отправляю в сковороду нарезанные овощи, солю, перчу, добавляю специи и перемешиваю. При необходимости добавляю немного растительного масла и оставляю тушиться под крышкой на слабом огне. Грибы нарезаю на мелкие кусочки и кладу их в сковороду с мясом и овощами. Накрываю крышкой и оставляю тушиться на медленном огне. Через минут 10, когда овощи с мясом протушились и начали обжариваться, добавляю сметану и 2-3 столовых ложки воды. Перемешиваю и оставляю тушиться под крышкой. Через 5 минут перемешиваю еще раз и оставляю на медленном огне под крышкой тушиться до готовности около 10 минут. Как только смесь станет густой и испарится лишняя жидкость, можно выключать огонь и подавать. Такое мясо с соусом отлично подходит к различным крупам, к пасте и гарниру из картофеля. У меня на канале есть рецепт тушеной свинины в томатно-чесночном соусе. Тоже отличный вариант тушеного мяса. Кому интересно, переходите по ссылке в описании и готовьте на здоровье! Кому понравился рецепт, ставьте лайк! Мне будет очень приятно! Также не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики с рецептами. Их я публикую как минимум три раза в неделю. Хорошего всем настроения и до встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok